Здравствуйте, меня зовут Гафар Игриний, и сейчас я бы хотел вам представить свой мобильный программный аппаратный комплекс для работы в сложных и труднодоступных местах. Актуальность. Шахта – это опасный производственный объект, поэтому безопаснее всего изучать его и исследовать при помощи роботизированных устройств, которые помогут разведке, картографировании и исследовании труднодоступных мест. Проблема. Работа в шахте имеет ряд опасных производственных факторов, такие как обрушение породы, загрозованность и запыленность и взрывы, которые никогда нельзя полностью исключить. В таких условиях труда целесообразно подключать к работе автоматизированные устройства, которые могли бы исследовать территорию шахты без присутствия человека. Цель. Создать мобильный программный аппаратный комплекс, который помог бы в исследовании труднодоступных и опасных для человека мест. Задача. Изучить литературу, разработать прототип и опробировать это устройство. После изучения необходимой литературы и анализа применяемых устройств, вместе решили задать модель робототехнического программного аппаратного комплекса, который помог бы в исследовании труднодоступных и опасных для человека мест, а также в поиске людей, попавших в аварийную ситуацию и прохождение по сложному каменистому рельефу местности. В данной модели было применено несколько программных и технических решений. Первое. Устройство передвижения собрано на базе LEGO Mindstorm Safe 3. Саму модель решили создать на основе четырехколесной платформы, так как в отличие от гусеничной происходит меньше расход энергии. Все колеса выполнены на независимой подвеске для лучшей проходимости. Установлена экшн-камера для ориентирования местности, визуального контроля и исследования окружающего пространства. Устройство для сканирования пространства LiDAR Lite V3 под управлением Arduino. Для управления всем процессом разработан пульт управления по Bluetooth на базе LEGO Mindstorm Safe 3. Разработана программа CDR-DUIN для управления сканированием пространства библиотекой LiDAR Lite V3. Отсуществлен пересчет данных, полученных с LiDAR в декартовую систему координат. Перенос полученных точек в автокад для дальнейшего исследования. Для удобства его до координат была разработана декстер-программа Scanner 3D. Программа написана на языке бетон. На нами было проверено в домашних условиях управление перемещением нашего устройства, а также сканирование комнаты. В результате проделанной работы была создана модель технического программно-аппаратного комплекса на высокопроходимой платформе, при помощи которой можно переместить в опасную труднодоступную зону, возложенную каменистым рельефом, наши сканирующие устройства, и произвести 3D-сканирование пространства, причем управляя всем процессом на расстоянии. Перспективы развития. Улучшить программное переспечение для более точного сканирования пространства. Снабдить навесным устройством-манипулятором для отбора проб грунта по мере надобности. Снабдить Wi-Fi для передачи данных на расстояние. В случае необходимости установить датчики загазованности, огня, влажности, инфракрасного датчика, температура. Отработать методику расчета объемов исполученных данных. Доработать конструкцию в целом. Предложить для промышленного внедрения. Спасибо за внимание.